Добрый день дорогие друзья! Меня зовут Алексей Багрецов и сегодня мы вместе с вами хотим разобрать такой вопрос Какое террасное покрытие прослужит дольше всего? И для этого мы возьмем такие материалы, как лиственница, сосна, древесно-полимерный композит, термоясень и новый композитный материал Милборд В нашу студию мы пригласили эксперта, который уже 12 лет занимается монтажом фасадов и террас Павла Селенинова Здравствуйте Павел! Здравствуйте Алексей! Павел имеет немалый опыт и под его руководством была смонтирована не одна тысяча квадратных метров террасных настилов Давайте зададим ему вопросы и узнаем ответы Самые распространенные террасы все-таки, да, это лиственница и сосна Скажите Павел, по вашему опыту, что стоит ожидать при покупке этих пород древесины для настила террас? В любом случае, древесина это материал природный, он имеет свои природные свойства Не стоит ожидать того, что она останется всегда в первознавном виде Самое главное правило любой террасы это обновление красочного покрытия ежегодное У любого деревянного настила рано или поздно, если особенно это под открытым небом, появляются трещины Несмотря на то, что это экстровый материал, либо материал с сучками, физико-механические свойства у них одинаковые Поэтому тут, скорее всего, залог долгой эксплуатации террасы это правильная ее укладка Запечатывание торцов, как минимум, засверловка перед монтажом Какой срок службы могут рассчитывать наши заказчики, приобретая доску из лиственницы, при том, что это открытая терраса или закрытая терраса? Это зависит от каждого человека, но я думаю, что 10 лет как минимум она будет его радовать Это при условии, что ее каждый год обновляют? При условии, что ее обновлять будут Если террасу не обновлять, она станет серенькой Может, кому-то это ей понравится Состаренная, естественно Ясно То есть, примерный срок службы от 10 лет можно рассчитывать, приобретая деревянный настил из лиственницы? От 10 лет и выше А если закрытая, то больше Самый большой враг любой деревяшки – это ультрафиолет Павел, а вот все-таки по хвое Ну, у нас часто приобретают также и доску из хвои, то есть сосна-елка Что вы по ней можете сказать? Ее обычно приобретают по каким причинам? Во-первых, толщина У алистницы обычно 28-я везде, да? А здесь, там, если хоть 45-ю То есть, любая, в принципе, толщина, какая есть доска Длина 6 метров, меньше стыков получается Ну, и опять же, ширина может быть практически любая То есть, можно, да, широкие, там, 190-ю сделать Очень часто приобретают такую доску У хвои преимущество есть Первое – это ее стоимость Во-вторых, оно является малоусушливым То есть, коэффициент усушки у нее меньше, чем у лиственницы То есть, вот эти вот геометрические изменения у нее гораздо ниже А за счет этого трещин будет меньше? За счет этого будет трещин меньше, да И плюс ко всему тактильно она более теплая Ну, то есть, там, босиком ходить по ней Минус сосны в том, что срок службы ее немножко ниже И плюс ко всему она мягкая Древесина не такая, как Если у вас на террасе большая проходимость И если это открытая терраса, то есть, соприкосновение с влагой большое То лучше стелить, конечно, лиственницу Если это закрытая терраса, то можно постелить хвою Единственное, что хотел бы дать совет В том, что тыльную сторону хвои тоже нужно антисептировать и обрабатывать обязательно Если у лиственницы можно этим пренебречь, то у хвои это делать обязательно Друзья, про лиственницу и сосну мы узнали сейчас много интересного В следующем ролике мы разберем термодревесину